Из-за эпидемии профессионального выгорания сейчас многие задумывались о том, не сменить ли им профессию, не найти ли какой-то другой способ реализации своего потенциала. И мы действительно испытываем такой внутренний кризис, потому что многое, что мы делали, оно сейчас вроде как становится неудел или пропало внутреннее ощущение надежды, связанное с этой работой. И вот вопрос, как обрести внутреннее желание, внутреннюю мотивацию для того, чтобы работать и достигать чего-то, как вообще увидеть этот образ будущего. И я вам должен сказать, что в значительной степени это определяется тем, к какому вы относитесь к психологическому типу. В свое время Иван Петрович Павлов разделил всех людей на художников и мыслителей, сказал, что есть еще средний тип. На самом деле сейчас это описывается в рамках типологии, которая называется «Троица», которая составляет конструкторов, людей, у которых подход к жизни больше аналитический, которым интересны сложные задачи, которым интересно наводить порядок в сложных системах, но центристов, которым очень важна командная работа, взаимная поддержка, достижение каких-то значимых результатов, получение, так сказать, по заслугам свои профессиональные вложения, опыты, навыки. И для рефлекторов, для которых очень важно почувствовать самих себя в работе, почувствовать креативность, почувствовать талант и так далее, те самые художники по Павлову. И вот если вы сейчас задумались над тем, что вам делать за своей жизнью, вот мой вам хороший совет. Вы сначала узнаете, кто вы, поймите, кто вы на самом деле, поймите, от чего вы на самом деле будете испытывать радость, а какая работа, даже если вы очень себя туда будете всовывать, и все говорят, что оно ваше, вполне возможно, что не ваше. Понять себя – это значит быть успешными в выборе правильного пути и в достижении результатов в рамках карьеры, работы, да и жизни в целом.